Прямо сейчас Елизавета, как раз-таки резидент арт-кластера Таврида 2020, расскажет нам, как же у них проходит и обстоит обстановка с Тавридой на удалёнке. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Елизавета! Расскажите, как вы всё-таки собираетесь проводить Тавриду на удалёнке? Для меня это, если честно, что-то невероятное, потому что Таврида арт всегда была пространством для собрания большого количества людей, молодёжи, всегда проводились какие-то мастер-классы. Как это можно представить по удалёнке? По удалёнке это происходит примерно так же, только на дистанции друг от друга. Вот как мы с вами сейчас общаемся, точно так же наши эксперты, которые решили показать мастер-классы, провести концерты, они включаются и с обратной стороны своих гаджетов их смотрит огромное количество зрителей, участников Тавриды и принимают участие в мастер-классах. Есть два проекта, это Таврид на удалёнке и Таврида детям. Ну то есть вы ко всему подготовились, готовы ко всему и ничего не сможет отвлечь граждан, жителей полуострова от того, чтобы получить дозу той самой необходимой информации, правильно мы вас понимаем? Совершенно верно. И даже скажем так, что проект, например, Таврида детям, это рассчитан на возраст от 4 до 14, в помощь родителям, которые остались дома со своими детьми, и у них тоже есть работа на удалёнке, а у детей энергия, и у наших участников Тавриды, тоже неугомонная энергия, которая тоже закрылась дома. И вот решили совместить участников с их энергией и детей. Елизавета, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что с 7 апреля уже пошли какие-то подготовительные мастер-классы, и уже идут какие-то занятия и уроки по некоторым дисциплинам? Да, проходят три раза в неделю. Вот с этой недели будут четыре раза в неделю проходить. Всё для детей. А те, кто желает провести для них мастер-классы, это бывшие участники или эксперты Тавриды, они подключаются, у них тоже просыпается интерес, и взаимная заинтересованность, так сказать, продолжает проект. Хорошо. Обсуждаете ли вы планы на будущее? Какое будущее вообще, в принципе, у проекта? Смотрим по спросу, так сказать, да. В любом случае Таврида, она планируется, её не отменяют, что она пройдёт в очной форме для старшей категории, да. Вот. Ну а по Таврида детям, Тавриды на удалёнке будут рассматривать по тому, насколько это будет актуально, и как сильно этого буду продолжать хотеть, смотреть и участвовать. Ну, как раз-таки к слову, Елизавета, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то статистика по поводу того, сколько же керчан принимает участие в Тавриде Art Online? Ну вот конкретно по керчанам я, к сожалению, сказать не могу, но то, что мы за первые пять дней, Крым весь в целом стал на втором месте по активности, у нас 42 человека от Крыма зарегистрировано, вот, это факт. Это же огромные успехи. Тогда, я думаю, да, с такими результатами можно только поздравить и порадоваться, что наши люди интересуются, конечно, что не просто сидят дома и штаны протирают, да, а всё-таки интересуются искусством, принимают участие в каких-то мастер-классах, ну и вообще хочу сказать отдельное спасибо за то, что вы делаете очень большое и нужное дело. Огромное спасибо вам, Елизавета, что вышли на связь, это утро встретили вместе с нами, а телезрителям напоминаем, что на связи была... Елизавета. Елизавета, резидент арт-кластера Таврида 2020.